Всем привет, ребята! С вами Бэтплея. Это подкаст номер три для русскоязычной аудитории. Вы знаете, у нас еще есть англоязычный подкаст, где Даня общается с Зайори. Мы стараемся общаться со всеми, с кем можем, поэтому вот разделяем русский и английский подкасты. Мы сегодня поговорим недолго, но, надеюсь, продуктивно с капитаном, лидером и отцом команды Bait. Даня, привет! Здарова! И мы будем сейчас Даню допрашивать, потому что есть много вопросов у людей, но мало ответов пока на них. Начнем с самого главного и первого вопроса, который заключается в цифрах. 4-23. 4 победы, 23 поражения. Даня, как ты можешь это объяснить? Почему так происходит с командой? Плохо играем? Как это можно объяснить? Плохо играем, но плохо играем на протяжении долгого времени. Вот, наверное, здесь в этом загвоздка. То есть, если бы это было 1-8 за неделю, ладно. Но 4-23, это уже 2 месяца, по-моему, по дута баф, если посмотреть. Ну, ты считаешь матч, я так понимаю, не матч, а карты. Ты карты считаешь нет? Нет, 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 нет. Это серии. Посчитаны. Это посчитаны серии. Ну, ладно. И как ты оцениваешь это все в дальнейших? Как я оцениваю? Я не помню, чтобы когда-то такое когда-либо было, где-либо. То есть, это, конечно, ультра-теморализирующее состояние, на самом деле. То есть, никогда таких отвратительных результатов не было. Понятное дело, что мы не сидели сложа руки. Мы все это время пытались это как-то пофиксить, да, условно. То есть, первое время у нас, в принципе, хоть и были поражения, но они были такие, в которых мы воевали, и были очень близки к победам, условно. То есть, в играх, в первых, на ESL, в Cyber Legacy, потом с OG, потом с Nygma и вторую карту, с HR мы сыграли нормально. Ну, и были, конечно, моменты, когда отлетали прям вообще без идеи на этом, например, викингам. И это было очень грустно. А после этого мы просто словили какую-то волну, из которой у нас не получается выйти и по сей день. В которой мы стали проигрывать прям вот все подряд. То есть, я чувствую, что у ребят пропала вера. И между собой, и друг друга, и в себя, что самое тоже важное. Потому что вера в себя, это, наверное, одно из ключевых. Это вот, знаешь, когда ты в себя не веришь, что ты будешь бояться делать какие-то вещи, то есть, которые ты обычно сделаешь. То есть, лишний раз не пойдешь, когда ты бы вошел. И всякие такие вещи, и оно как бы влияет, потому что, ну, ты чего-то не сделаешь, сделает враг, и ты потом проигрываешь или уже играешься позади. Соответственно, мы пытались это все фиксить. То есть, мы без перерыва каждый день у нас... Это тоже, может быть, повлияло на самом деле, то, что у нас не было ни единого выходного или промежутка. То есть, каждый день мы собираемся. То есть, мы сидим целый день. Ну, тем более карантин, да, условно. То есть, карантин и карантин у нас одинаково. Вот, изучаем игры, изучаем соперников, смотрим реплей, играем лейнинг, общаемся обо всем подряд. То есть, вот конкретно каких-то там и об играх, и о том, что там надо поменять и так далее. И потом, вроде как бы что-то меняется, что-то улучшается, мы действительно там прокачиваемся и так далее. Но из-за вот этого количества поражений, как бы, когда вот ты в шаге от победы там проиграл, потом просто проиграл, потом опять в шаге от победы проиграл. Вот, оно все деморализировало, деморализировало. Вот, и потом, ну, то есть, это уже, не знаю, прям вот, я говорю, очень негативное состояние всех вело. Вот, ну и в моем понимании, то есть, возможно, бы кто-то предпринял какие-то решения бы намного быстрее на моем месте, условно. Вот, но в моем видении, то есть, ты, если есть проблемы, ты пытаешься их решать, да, условно. То есть, мы действительно пытались, мы искали разные варианты. То есть, мы и так делали это, и то провали это. Вот, и видно, что вот не получается, условно. И в такой ситуации, ну, уже приходится тогда, когда не получается решить проблемы, какие-то делать кардинальные изменения. Смотри, вот был, например, в команде PIO-65, и при нем были результаты точно такие же. Посчитали, что, возможно, причина была вот как-то связана с PIO. Заменили PIO, пришел Excalibur. Результаты не улучшились, ну, практически от слова совсем. Можно ли сейчас уже сказать, например, оглядываясь назад, что, возможно, дело было не в PIO, например? Ну, подожди, а кто посчитал, что сделало в PIO? Может быть, со стороны, вот видно, что играла команда, у нее был PIO-65, потом не было результатов, и кикается игрок. Значит, аудитория внешняя, она же не знает там, например, не кухни. Она оценивает это, как будто вот виноват был кор, или там была причина в коре, или как-то так. Может быть, есть иной взгляд на эти вещи, потому что поменяли игрока, а итог тот же остался. Может быть, дело, когда меняется игрок, может быть, дело не в том, что этот игрок такой, а в том, что команда с ним, может быть, как-то играет не так. Однозначно. То есть тут все вопрос, кто там кому подходит, кто с кем ладит и так далее. То есть все эти вопросы, они всегда под вопросом. То есть замена PIO, на мой взгляд, она была неизбежна. То есть она произошла в любом случае. То есть я как бы когда, ну, на каком-то подкасте мы тоже обсуждали вопрос PIO, то есть я говорил, что мне кажется, это на руку и нам, и ему. То есть нету такого, что вот прям конкретно там в нем была проблема. То есть я так и говорил. То есть однозначно он там не доигрывал, были моменты. Вот. Но у нас, в принципе, в каждом можно было найти какие-то там погрешности, условно. Вот. А по поводу, ну, нового игрока результатов, приходит Стив. У него совсем другой пул героев, совсем другие умения. То есть ты дальше ищешь какие-то ключики к игре, как использовать сильные стороны своих тиммейтов и как там аннигилировать слабые, условно. Хорошо. У нас неожиданно в определенный момент времени пропал Ренат. Ну, мы заявили, что играем там с заменой Стамахех. Стаманин. Как правильно? Никнейм Стамахех, по-моему. Я не выучил. Сложный ник. Стаманин. Стаманин. Вот. Стаманин. Балгар. Никола. Никола, да. У нас два Никола, точно. Как так получилось? Как так получилось? Ну, Ренат морально не выдержал. Вот. И... Морально не выдержал поражений или атмосферы? Да, морально не выдержал поражений. Атмосфера, ну, я не знаю. Атмосфера у нас была нормальная. Мне кажется, что даже при всех этих поражениях, то есть каждый вел себя очень достойно. И, может, были какие-то микро-моменты, где кто-то там чуть-чуть выходил на эмоции, но на самом деле, то есть, всем ребятам нужно отдать должное, то есть, никто ни с кем там не ругался и так далее. То есть, мы просто все понимаем, что, ну, у нас не получается, и пофиксить это сейчас, там, условно, тренировками или еще чем-нибудь таким, это просто невозможно. Поэтому Ренат пошел на такой шаг, что вот он не готов больше проигрывать, то есть, он устал морально. Вот. И я его прекрасно понимаю. В любом случае, то есть, если бы он этого не сделал, условно, может, тогда бы пошли какие-то кардинальные изменения вообще, в общем-то, у команды, да, условно. Вот. Он нам дал возможность просто поиграть со Стендином. Ну, мы поиграли со Стендином. Поиграли со Стаманином, потестили заодно, что и как. То есть, видишь, тоже, ну, результаты, в принципе, продолжаются такие же. То есть, мы понимаем, что нужны, ну, я для себя понимаю, что нужны более кардинальные изменения. И каждый, в принципе, в команде тоже, я думаю, это так видит. Хорошо. Придем к следующему. Я не могу об этом не сказать, потому что очень часто об этом читаю, очень часто это вижу, и в последнее время особенно. Очень большая критика Excalibur. Excalibur, понятно, что со стороны, возможно, просто аудитории это всегда 50 на 50 воспринимается. Но вот есть, скажем так, лидер мнений, который очень так, достаточно жестко высказался по поводу Excalibur. И в целом по игре команды это Ярослав Анаст Кузнецов, который очень много людей слушает, очень много людей знает. Наверное, это один из самых популярных людей в нашем комьюнити. И вот что он сказал. Excalibur, честно сказать, никогда не был нормальным игроком. Неужели не нашлось игрока получше? Серьезно, я думаю, что несмотря на мемчики и на смешки над Дэнди, с ним захотели бы играть многие молодые игроки, которые сейчас без команды. Если бы он просто поискал свободных кэрри с 8000 ммр, если бы он просто поискал свободных кэрри, да, с 8000 ммр, есть просто паберы, нафиг нужен Excalibur. Это насмешка какая-то над профессиональной дотой. И дальше он пишет, ну тут просто разбирает какой-то момент, тут Акс прыгает в героя, который прилетел убивать Морфлинг, а тот делает волну назад. Я бы не сказал, что Морфлинг не прав, он бы там тоже умер, потому что телепорты сделали 5 человек. Но зачем они вообще это делали? Это же не выглядит как игра профессиональной команды, которая хотя бы один день тренировалась, у которой хотя бы Дискорд или Тимспик работает. Я очень недоволен. Естественно, это увидело огромное количество людей, услышало прямо на трансляции во время официальной игры. Если я не ошибаюсь, я просто это читаю сейчас из новости, из тела новости. Вот первый пункт Экскалибур, второй пункт вот Тимспик, Дискорд, хотя бы один день тренировались. Вот как ты на это все отреагируешь? Потому что сложилось определенное общественное мнение, естественно, после этого. Не, ну смотри, ну во-первых, так высказывался, конечно, Ярику не совсем корректно, но он имеет абсолютное право, да, то есть это его самосубъективное мнение, его стрим, то есть говорить, что хочет. Вот, но тем не менее, то есть, наверное, не совсем корректно, то есть человек, ну у него там у Сона карьера строится, то есть он, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, то есть у Сона. То есть не совсем правильно. Вот, тем не менее, как бы, по поводу Стива, и Стив на самом деле сильный игрок, у него есть свой пул героев, на котором он очень хорошо исполняет, то есть у него есть всякие очень крутые персонажи по типу, там, Мипа, Лондруи, Дарк Вардена, там, и так далее, и тому подобное. То есть Морф, кстати, он тоже его довольно-таки любит, это один из его тоже таких героев. В данный момент просто после 7.24 патча в мете герои вот немножко другие, вот на мой взгляд, то есть не... То есть сигнатурных героев Стива мало, то есть или практически нет, их тяжело использовать, тяжело найти им применение. В этом основная, на самом деле, проблема, как бы, на мой взгляд. Это первое. Вот, второе, по поводу, там, ну, если брать отдельную какую-то игру, которую, там, Ярик рассматривает, и находит ошибки и тому подобное, то есть, скорее всего, это уже какая-то, какое-то подряд поражение условно, где моральное состояние уже очень сильно убито, и люди просто, когда что-то идет не так, начинают принимать огромное количество неадекватных решений. Вот, и, скорее всего, это было просто одно из них. То есть это уже, оно не связано с игровыми качествами. Если человек был бы в нормальном состоянии, даже не говорю, там, на повышенных моральных каких-то, волевых, там, и так далее, то есть, а вот именно просто в нормальном, да, условно, не на дизморале, не на негативе, там, условно, то он бы уже бы, скорее всего, там, половину каких-то ошибок не делал. То есть он бы уже выглядел бы, как, ну, реально неплохо играет парень, а если он в хорошем моральном состоянии находится, то он там на плюс-моралях может вообще, там, разносить, условно, да, и уже бы говорили, вау, крутой игрок. Вот, выделять кого-то конкретно и говорить, там, вот этот игрок, там, плохой или слабый, это просто неправильно, потому что все слабо играют. У нас, ну, вот, реально такое состояние, что, причем я не скажу, что, там, условно, каждый игрок, там, или кого-то выделить, вот, там, ну, этот не доигрывает, слабенький. То есть, в принципе, все на... игроки, они хорошие, то есть они с опытом, там, они могут сыграть круто и так далее. Просто мы находимся в таком состоянии, что никто круто сейчас не играет. То есть вот просто никто. Вот, ни одного. Не возьмешь. То есть там проигрываются линии, которые не должны проигрываться, там, то есть изначально уже, там, первые, там, 7-12 минут игра практически предрешена. Не делаются какие-то действия, там, дефолтные, там, какие-то выходы, там, не комбинируются герои, просто не нажимаются кнопки, то есть. И, опять же, я вижу, что в нормальном моральном состоянии, то есть большинство этих вещей бы делалось. Вот. Но, как бы, понятное дело, что это не отмаза, то есть, условно, это же тоже часть скилла, то есть команды, да, к этому состоянию нормальному, нужно прийти, там, и так далее. То есть проблема в морали? Ну, во многом, да, однозначно. Ты думаешь, что нужен психолог? Знаешь, люди извне, они видят это как черное и белое, то есть, условно, проблемы, там, с макроигрой, тренера им, сейчас заиграют, там, проблемы с моралью, психолога им, сейчас он себя поправит. Но оно все немножко не так работает. А как работает? Ну, вот не так вот работает. Ну, не так. Придет психолог, и, как бы, у многих команд есть психолог, там, и у них могут быть все равно моральные какие-то расклады, то есть, у многих команд есть тренеры, они все равно ошибаются постоянно в макроигре, то есть, в каждой игре, то есть, вещи, которые фиксятся на дистанции. Ну, понятно, да. Так, хорошо, тогда вернемся к тому, что я раньше спрашивал. Ренат, что в итоге с Ренатом? Он в итоге все, или он просто временно у нас отсутствует? Ренат отправился на замену, вот, и он отдыхает, пока что вот так вот. Хорошо, дальше у нас какие действия у команды? Что дальше ждать? Потому что у нас идет replay, у нас, я не уверен, мы играем еще на Epic League, по-моему, мы играем, да? Вот я сейчас смотрю, да, у нас, да, да, у нас еще есть игры там с Unique. Да, мы играем на Epic League, с VB Prodigy, да, с Virtus.pro. Нет, смотри, ну, сейчас ситуация очень тяжелая. Тяжелая она тем, что, как минимум, мы играем на этих больших турнирах, да, и нам надо как-то себя показывать, то есть, не ударять лицом в грязь. Поэтому получается так, что у нас, в принципе, нету времени, там, условно, перестроиться как-то, или что-то потестить, или там, отсидеться, или сделать перерыв, там, отдохнуть, да, потому что иногда, вот, чтобы пофиксить моральное состояние, банально может помочь перерыв, которого у нас вот просто не было ни одного дня. Из 30 последних дней у нас вчера был единственный выходной. И то потому, что, ну, вот такая ситуация, да, там, условно, то есть, я постримил. Поэтому, так, где я остановился, потерял мысль. Что у нас большие турниры сейчас идут. Да, большие турниры, и у нас, в принципе, нету какой-то такой особой возможности, там, супер жестко повыбирать, потестить и так далее. То есть, нам нужно быстро, быстро находить варианты, то есть, которые нас будут устраивать, нашу команду. Вот, соответственно, в последующей, не знаю, неделю, две, вот, мы будем с огромным быстрым темпом пытаться максимально быстро, опять повторил быстро уже не знаю сколько раз, вот, привести команду в нормальное состояние. То есть, возможно, мы потестим разные варианты игроков. То есть, я, в принципе, это каждому сказал. Игроков на четвертой позиции или в целом? В целом. Всех. Всех. То есть, на каждой позиции даже можешь потестить. Нового игрока. Да, и это каждый понимает, и это абсолютно нормально, учитывая то, что у нас сейчас происходит, и ребята к этому, ну, как бы, все нормально отнеслись. Каждый этого хочет, я даже больше скажу. То есть, нету такого, знаешь, что там, ну, кому-то это несправедливо или так далее. Сейчас довольно-таки такая вот ситуация, из которой нужно выходить. Ну, наверное, тут мы не будем сейчас. Такой подкаст получился больше про команду, нежели про какие-то внешние инфоповоды. Я бы, может быть, спросил бы тебя еще про ФНГ в Альянс. Как ты считаешь, это хороший мув для Альянса и для ФНГ? Или нет? Потому что, ну, ты наверняка, Артема, хорошо знаешь. И гамбит уже разлетелись куда-то, непонятно, что там происходит. Для меня это очень сложный вопрос, да. Для меня не до конца понятно, что с гамбитами. То есть, Артем в Альянсе, я так понимаю, пока что на виплей. Возможно, они присматриваются к друг другу. То есть, не знаю, как они там договорились, не договорились, что у них там еще происходит. Поэтому, угадай, сложно. Вот. Но опыт однозначно интересный. То есть, каждый такой мув от профессионального игрока — это опыт, как минимум. То есть, он или делится опытом с ребятами, или ребята делятся опытом с ним, и он станет в любом случае более разбираться в игре во многих моментах, условно. То есть, это же обмен знаниями. Ну, это круто. То есть, в этом Артем молодец, наверное. А в плане результатов, будут ли результаты лучше для Артема, ну, время покажет. У него, ну, Альянс довольно-таки сильный коллектив. Но, опять же, я же не знаю, навсегда он там, или только на виплей. Нави, которые совсем недавно были топ-1 командой СНГ, буквально вот совсем недавно, я бы сказал, и отобрались на LA Major с первого места, не проиграв, по-моему, ни одной игры в квалификациях. Сейчас играют просто, ну, у них чуть ли не такой же Лос-Трик, ну, конечно, не знаю, такой же, не такой, как у нас, но, по-моему, было рядышком что-то, именно Лос-Трик. Как ты это можешь объяснить? Как команда вот за какой-то такой короткий период времени была топ-1 СНГ, ничего не меняя в составе, ничего не меняя вообще ни в чем, неожиданно стало так много проигрывать? Ну, во-первых, они поменяли, то есть, нет такого, что прям не меняли, у них же сменился игрок, да? Нет, нет, так они же уже после замены. А, не после замены уже. Нет, а не после замены с первого места без единого поражения прошли милой. Я это понимаю, но это была вот сразу замена и хорошие результаты. Это называется медовый месяц. Обычно так работает. А дистанция показывает действительно, то есть, насколько команда рабочая или не рабочая, то есть, что в ней так или не так. Но мне кажется, у них очень похожая с нами проблема, скорее всего, даже морально связанная. То есть, какие-то поражения они очень подкашивают и начинают тебя заставлять делать неправильные выводы. Вот. И когда ты делаешь эти неправильные выводы, ты начинаешь баламутить воду. То есть, выходит там игрок какой-то говорит, так, вот, типа, там, Андрей на драфте. Пикаешь реально фигню. А Андрюха сидит такой, думает, блин, да нормально же, я драфчу. Что, типа? Ну, ладно, давай ты... Да. Ну, типа, давай ты тогда попробуй. Давай ты подрафтишь. Вот, условно, там, раз, типа, поменяли, вот уже драфтит кто-то другой. И, соответственно, а это не можно было делать. То есть, выводы неправильные, да. В итоге проигрываются еще какие-то игры. Мораль еще сильнее проседает. Вот. И в итоге это состояние, оно ухудшается до того, что ты, ну, начинаешь терять веру в себя, в тиммейта, там, ну, друг в друга, там, неважно. То есть, как угодно, да, условно. И ты в играх уже играешь на порядок хуже. То есть, ты уже, ты уже боишься проиграть. То есть, ты уже не играешь, там, из-за победы, а ты боишься проиграть. А тебе не кажется, что это у них из-за того, что они прошли на мейджер, а мейджер отменили? Нет. Абсолютно нет. Это все чепуха. Вот, возможно, это еще связано с тем, что люди в онлайне, потому что в онлайне и на лайн люди все едут Ну, вот, я к этому и вел, что, возможно, в этом какое-то общее дело. Но, как бы, мы, вот, возможно, у нас бы тоже был буткемп и были бы совсем другие результаты, то есть, ну, если говорить там условно про себя. Я очень вижу похожие, вот, смежные, именно в плане моральных каких-то тем, вот, я вижу. Причем это вот такая вот проблема у СНГ-дотеров часто, вот, у бывалых причем, у тех, кто долгое время играет. Ну, не обязательно СНГ, вот просто у тех, кто уже долгое время на сцене и не получалось добиться каких-то супер жестких результатов, вот, вот, эта проблема такая вылазит, мне кажется, у игроков таких. Хорошо. Перейдем, наверное, к завершающей теме. Это Virtus.pro, их успехи, потому что они сейчас реально многие считают, что вернулись на прежние какие-то свои кондиции, тир-один кондиции в мировом масштабе. Вопрос, можно ли сейчас сказать, что все-таки они были правы, когда забирали игроков себе вот таким вот способом, каким они это делали, начиная там с Резоля, да, допустим, были ли они правы в таких методах, исходя из их результатов сейчас, и как в целом можно оценить их игру вообще, вот, нравится она тебе, стиль игры, случайно или это все победы, может быть, это сейчас, потому что, опять же, мы в онлайне, и потому что нету там китайцев каких-нибудь или еще кого-то, с кем мы можем играть, ЕГЭ нету и так далее. Вот в целом о Virtus.pro, что ты можешь сказать? Во-первых, правы и неправы были для себя или вообще в целом? Ну и вот их результаты именно, как ты думаешь, с чем это связано? Относительно других команд, они, возможно, были где-то неправы, но в плане себя, учитывая результаты, я, конечно, правы, то есть другого быть не может, то есть условно, ну, они же стали показывать результат, значит, все-таки изменения были правильные, получается. Ну, одного игрока они взяли и убрали потом, мы хорошо знаем, кого... Ну, окей, они поняли, что для них нужно, что не нужно, посмотрели на игрока изнутри и там и так далее, то есть это не означает, что игрок плох, там условно, это может просто означать, что он им не подходит, то есть им нужно что-то другое. В данный момент то, что я вижу PvP, это, ну, во-первых, изменения в патче, мне кажется, очень круто им подошли, то есть потому что изменения в патче сильно убрали камбэк-систему, большой, ну, и довольно-таки преувеличили ударение на скил, а скилла у ребят из PvP хоть отбавляет, то есть там Ромка, который раньше и мидером был, да, то есть имеет очень хороший лейнинг условно, там Заяц, который тоже имеет очень крутой там контроль, у него есть свои какие-то герои там и так далее, но он в этом плане красавчик. Нунчик, тоже зверь на линии, то есть вообще круто, то есть играет, ну, не только говорю на линии, но вот именно вот и ударение на юлигейм делаю, да, условно, и пришел ЛТВ, который тоже такой, несется сломя голова, постоянно во врагов и так далее, атакует. Пул героев тоже очень, ну, то есть зашел в патч, то условно, там, герои ЛТВ вообще классно, там, зашли в патч, то есть на которых можно нести сломя в голову, да, условно, стиль игры, то есть и вот они друг другу, ну, неплохо стакнулись в этом плане, они разносят прям линии, хотя у них есть стратегии, где они более жадно играют и тоже у них получаются. И, ну, и за счет этого, там, за счет какого-то сноубола, доминации, командного действия они разносят врагов. Вот, за этим приятно смотреть, вот, но я скажу тоже, говорю, что патч очень круто им тоже зашел. То есть 7.24+, все, что дальше происходило, вот, эти изменения, это глобально поменяло доту, то есть глобально люди этого, может, не до конца понимают, то есть там маленькие в плане героев изменения, но в плане доты огромные. Вот, и сейчас патч стал, на мой взгляд, намного более скилл-зависимым, и лейнинг, и первые, там, условно, минут 12-15, они безумно важны, то есть каждого крипа, которого вы добили, каждое какое-то действие, каждый килл, все, что вас немножко на сноуболит, потому что камбэк-система, она, ну, совсем другая. Ты все, что набираешь, ты это потом можешь использовать по ходу всей игры, а не до первой ошибки, там, условно, с другими словами. То есть я могу даже какие-то примеры приводить, где, там, команда ведет, там, 1015, их, там, тимвайпают или убивают каких-то важных героев, если бы это было бы раньше, патчи раньше, то, там, с 15 тысяч осталось бы преимущество, там, в районе трех или нуля, там, допустим, да, а здесь тебя убивают всех, и остается преимущество в районе 12-11 тысяч. Вот, то есть поэтому, ну, как бы это намек на то, что, на изменения в доте, да, у сона, и я говорю, в ВП, как бы этот стиль игры очень крут заходит. Ты совсем не упомянул соло. Тебе как кажется, что есть какой-то его, все-таки, может быть, общий знаменатель у этих вещей соло, или все-таки больше дота, патчи? Общий знаменатель у этих вещей соло и нун, ну, если смотреть, там, условно, на команду ВП. Вот, потом их уже дополняют другие игроки, потом их дополнил Рома, сейчас пришли Заяц и ЛТВ. Вот, но общий знаменатель это соло и нун. Вот, это два тир-1 игрока, которые подтянули к себе других. Ну, там, у Ромы тоже, условно, тир-1 игрок, и Заяц тоже был на НТ, можно сказать, тир-1 игрок. То есть, вот, и ЛТВ, ну, я не знаю. То есть, играет он круто, поэтому, ну, сейчас можно про каждого сказать, что это тир-1 команда, тир-1 игроки. Ясно. Ну, будем завершать наш такой короткий, а может быть, не короткий, а за временем не особо следил, подкаст. Что ты можешь сказать людям? Потому что люди сейчас в замешательстве. Я скажу, что я вот читаю, я обязан это делать. Я читаю все абсолютно комментарии на всех платформах по поводу наших результатов, по поводу нашей команды, игроков. Ну, там, ты сам понимаешь, что люди пишут. Просто вот что ты можешь сказать людям? Вот они сейчас реально не понимают, что происходит. Смотри, во-первых, ну, я прекрасно понимаю людей, и я могу заверить, что, в принципе, мы, как игроки, чувствуем то же самое, и мы чувствуем ответственность, и нам очень от этого тоже плохо. То есть мы страдаем реально, то есть морально очень тяжело это переносить. Вот. И я искренне благодарен тем, кто даже в такие моменты еще пытается как-то нас поддерживать, хотя я понимаю, что это тяжело. Вот. Я считаю, что за каждой черной полосой идет белое. Я очень надеюсь, что эта полоса придет. И я могу сказать, что мы со своей стороны, как бы, ну, вот я лично 100% прикладываю для этого все усилия. То есть я смотрю все разные варианты, чтобы как-то выходить из этой ситуации. И буду продолжать это делать вне зависимости ни от чего. То есть поэтому, как бы, готов взять на себя ответственность и быть плечом опоры для тех людей, которые за нас болеют. В этом плане. Ну, а так, вот, могу сказать, что мы работаем не покладая рук, чтобы это исправить. То есть я так считаю, по крайней мере. Но это не так просто сделать по щелчку пальцев. Иногда это требует много времени. Сколько времени я сказать не могу и не знаю, сколько это еще будет происходить. Но очень надеюсь, что в ближайшее время что-то в этом плане изменится. Как бы мы в этом направлении двигаемся. Пытаемся искать варианты и выходы. Вот. Это первое. Ну, а второе, по поводу там комментариев и всего прочего. Я, если честно скажу, последнее время вообще не открывал, не читал. Потому что я просто бы там поплыл бы реально, у меня бы уже головой слило, наверное. Вот. Только там Twitter почитываю, сон. Зря сказал. Зря сказал. Сейчас тебе там кораблей накидают. Пусть кидают. Там на самом деле нормально как-то. Адекватно еще люди все пишут и так далее. Там просто символов не хватает. Да нет, символов не хватает. 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 А так, ну, не знаю. Вот там какие-нибудь Kibersport.ru сейчас послушают, выберут. Ой, ты что? А сюда сейчас будет 4 новости. Выберут какой-то заголовок по типу там. Да, мы забайтили сейчас. Я забайтил, значит, вопросом про НС. Подожди, я забайтил вопросом про НС, забайтил вопросом про ФНГ, забайтил вопросом про Virtus.pro и забайтил вопросом про Excalibur. Вот, 4 новости я создал. Мы старались, ну, типа, заголовок, знаешь, и все. Да, да, да. Я сразу все давай покраснась. Нет, нет, нет. Вот ты про ЛП сказал хорошо. И там будет, уверяю тебя, следующее. Ну, и ЛТВ, не знаю. Вроде есть 4-1 игрока. И вот и ЛТВ, ну, не знаю. Типа, вот это будет. Не, ну, я не знаю. То есть, в этом плане, ребята все играют хорошо. Что я могу еще сказать? Я говорю, в этом подкасте, ну, когда я отвечаю, это же мое субъективное мнение. То есть, я же не во всем могу быть прав. То есть, эти люди должны тоже понимать. Да, это понятно. И там еще будет новость. А почему ты не упомянул соло? А зачем? Вот как бы будет. Главная новость. Тысяча комментариев и сравнительная характеристика Дэнди и Солнечных комментариев сразу там. Сейчас люди будут говорить, что мы с тобой тут такие веселые, а должно быть грустно. А чего грустить? Мы уже выплакали все после последнего поражения. Что, плакать еще два дня? Зачем? Зачем плакать? Нет, на самом деле очень грустно проигрывать. Уже просто меня уже... Да, я сижу в Тильте уже очень долгое время. Я сижу и пытаюсь понять, а где выход? Как найти? Как, может быть, мне сесть уже там поиграть? Может, кому-то дать отдыху? Зерограйзи играл на Тайтхантере, на Несталкере, по-моему. Так что, имей в виду. Так я могу сесть на паджике, там, если надо помочь. На чем угодно. Могу курьером побегать, если надо. Ну, что-то надо делать. Что-то надо делать с этим всем. Но одно радует. Жизнь устроена так, что... Всегда меняются эти полосы. Не может они... Они не могут продолжаться бесконечно. И надеюсь, что мы уже дошли до финишной прямой этой черной полосы. Ну, тогда надо и Na'Vi пожелать удачи, чтобы у них там все получилось. У Na'Vi все получится. Там есть Pashok тоже, там есть... Мы вот им помогли недавно, сбили им Лустрик. Да, да. Ты сейчас расстегиваешь, да? В рубашку? А там? Расстегиваю рубашку. Не, на самом деле, первую игру мы должны были там выигрывать, как, на мой взгляд, просто... Опять же, не доиграли. Но, мне кажется, вот реально... Это вот... Если смотреть игру, это реально показатель того, насколько влияет там мораль там и так далее. То есть, в один момент мы можем просто идти там, ломать хайграунд. Мы уже на 15-й минуте могли это делать, но типа там не додумали до этого, условно. Вот. Потом мы опять можем просто идти ломать хайграунд, и мы просто боимся это делать. То есть, у меня там... Идут колы от трех тиммейтов, условно. Там, нет, назад, отходим. Нет, нет, назад, назад. Там, в таком стиле. И это очень сложно с таким бороться. То есть... Ой, я забыл. Забыл задать самый важный вопрос. Я еще вчера хотел записать его. Вот дедушка мне все время говорил, Игореша, записывай все с вечера, чтобы на сегодняшний день ничего не забыть. Вот у меня был вопрос. Я смотрел видео того, кого нельзя называть, как сказал бы Гарри Поттер, умника, по поводу нашей команды. Он очень любит нашу команду, он постоянно про нее что-то делает. У него прям пунктик. Но я подозреваю, что это дело в тебе. Вот. И так далее. И там было видео, где ты на SF, по-моему, играл. И он считал твои тычки в файте. А, нет, за игру, по-моему. Я не помню. Ты смотрел это видео или ты игнорируешь такие вещи? По-моему, вот это видео я смотрел. Он еще какой-то потом сделал. Я не знаю. Я просто помню, что вот там был вопрос. Я это видел. Про SF с тычками я видел, да. А как ты сам объяснишь эти тычки? Это игра против Na'Vi как раз-таки. Только предыдущая. Как ты объяснишь эти тычки? Почему их так мало? Я вот не понимаю. Я вот аматор. Я, честно, не помню. То есть надо смотреть, вспоминать. Но вообще там ничего такого какого-то необычного нету. То есть это даже с этого шутить было глупо. Но если людям весело, то пусть будет. Нет, там ему объяснили, что он там тоже в чем-то неправ. Хотя я комментарии особо там не читал. Но просто мне было интересно вот эти тычки. Что ты якобы собрался в физ.сф. Так ты, ну, что значит собрался в физ.сф? То есть какие бы ты артефакты не собирал до 20 минуты, ты все равно будешь давать койлы условно. То есть каких бы ты артефакты не собирал. Вот. То есть потому что вначале койлы делают условно больше демежа. То есть у тебя все больше и больше артефактов, больше нетворца. И ты уже начинаешь бить с руки. И возможно удары с руки уже будут более там... Наносить больше демежа, чем магия. Вот. Но он там условно цепляется к игре, когда там у меня, по-моему, один Dragonlance и все. Ну, понятное дело, что там какой бы артефакт не был, ты все равно будешь давать там койлы ходить, а не особо драться. Вот. А по поводу там айтем-билда на физ.сфе, ну, ты... Я не знаю, там условно люди разбираются, они разбираются. Разбирается олеон. То есть есть разные варианты, которые ты покупаешь. То есть ты можешь... Ну, некоторые ютуберы считают, что они разбираются. Ты промежуточные артефакты, да, собираешь, которые тебя разгоняют. Ты можешь купить барабаны, ты можешь купить Dragonlance, ты можешь купить Shadow Blade. То есть ты там... Какие-то есть артефакты, которые тебе нужны для чего-то, которые тебя разгоняют. То есть обычно ты... Вот. В этой игре, допустим, 100% нужно БКБ, значит, ты, ну, какой-то хочешь промежуточный артефакт. И ты думаешь, какой промежуточный артефакт тебе лучше всего, если ты этот физ.сф. Вот. Возможно, барабаны тоже неплохой вариант. Но почему Dragonlance? Потому что, скорее всего, нужен будет все равно Forstaff, потому что у врагов был сварк, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому ты будешь делать пику, и это абсолютно нормальный билд. Вот. Но и фишка там не в том, сколько ты там ударов дал в игре или еще что-то. Мы просто там сыграли отвратительно. Мы пошли на Рошана, закинули игру, не дожидались тайминга БКБ, мы вели по всем параметрам. У нас, по-моему, вообще все замечательно в той игре было, и игра могла быть спокойно наша. Вот. Но дался там неудачный колу Рошана, неважно, кто там, что. Вот. И мы пошли, и там закинули игру. То есть у меня ДБКБ, я не помню, сколько там оставалось, но я в итоге ДБКБ так и не нафармил в той игре. Если бы я дожил ДБКБ, вот, уже был бы следующий артефакт, там уже следующий, а потом уже, ну, тогда транзакция происходит в этого физисе. Транзакция прошла. Транзакция. Я не знаю, как правильно сказать. С нами. Ой, платеж прошел. Транзакция прошла. Ладно, ну, это не важно. Ладно, все, 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 все. Людям весело, так и пусть. Да, это транзакция, и ладно, с ней хер с ней. Все, Даня, давай, привет спонсорам, привет всем друзьям, подругам и так далее. И вперед с песнями. Спасибо огромное, еще раз, Rivalry, если за возможность все нам это делать. Спасибо всем, кто нас поддерживает в сложное время. Мы сдаваться не планируем, то есть мы планируемся двигаться только вперед, поэтому надеюсь, что скоро мы принесем вам и положительных эмоций побольше. Хейтерам тоже спасибо. Вы, ребята, молодцы. Смотрите, поддерживаете. Активность. Смотрите, слушайте, приходите на стримы, будем общаться. Спрашивайте, что вас интересует, пишите в комментарии, что вас волнует. Мы постараемся на вопросы повыбирать, ответить. Да, кстати, последнее. Вчера Даня на стриме выбирал победителя клавиатуры и коврика. Пожалуйста, кто оставлял комментарии под этим видео, под подкастом с Гостиком, там, где Дэнди и Гостик подкаст, пожалуйста, кто участвовал и писал комментарии, проверьте, потому что Даня под вашим комментарием, если вы выиграли, написал сообщение. Если вы его там найдете, то напишите мне в ВК или в Инстаграм, и мы вышлем вам призы. Все. И всем спасибо. Все свободны, как говорится. Вот. Мы будем стараться, так что вы нас особо не ругайте. За черной полосой придет белая, за белая желтая, за желтая синяя. Всем пока. Все. Всем па-па. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...